Детский сад Так, работы по возведению здания начались еще в 2015 году, а возобновили их только в марте этого года. Уже в мае здание было готово на 70%. Работы по реконструкции детского сада планируют закончить в декабре 2019 года. В будущем он сможет принять 150 детей. Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян. Начиная с осени у россиян начнут запрашивать полный пакет документов в соответствии с предписанием Евросоюза. Теперь туристам придется предоставить копию билетов и бронь в гостинице. При их отсутствии нужно письменно писать маршрут. Также появится необходимость подтвердить наличие финансов, то есть принести справку о зарплате или выписку из банка за три месяца. Как вариант, можно предъявить свидетельство о праве собственности на недвижимость в России. Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах лишь через 100 лет. Раньше природные пожары в сосновых и лиственных лесах Сибири случались с интервалами от 20 до 50 лет, а некоторые леса в заболоченных районах могли гореть лишь раз в 100 или 150 лет. Сейчас же из-за изменения климата и деятельности человека этот временной промежуток стал гораздо короче и составляет 5-15 лет. В субботу 10 августа в Самаре пройдет фестиваль «Арт-город» во власти Мельпомены. «Арт-город» – это международный творческий фестиваль, который проходит в Самаре уже второй раз. Для посетителей приготовили творческие, психологические, игровые и многие другие мастер-классы не только от самарских профессионалов, но и специалистов других стран. Всего в программе 61 мастер-класс. Фестиваль развернется под открытым небом в Струковском саду в 10.30. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей. Смотрите программу «События» на телеканале «Самара Гиз». Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok